Продолжение следует... Хорошо? Вы со мной? Помолимся. Отец наш Небесный, благодарны Тебе, Господи, за Слово Твое, которое сходит с небес и дает жизнь миру. За этим Словом стоят уста Господни. За этим Словом стоит сам Бог. Со всем Своим могуществом, великолепием, верностью и силой. Благодарим Тебя, Господи, за то, что наше основание – это скала, Христос. И основание нашей жизни – Слово, Логос и Рема. Спасибо Тебе за все. Мы и просим Тебя, послужи нам сегодня. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, давайте откроем книгу «Руфь». Книга «Руфь». На днях я прочел ее, и она очень и очень ободрила меня. Кто читал книгу «Руфь» вообще? От начала до конца. С первой главы по четвертую главу. Итак, эта книга небольшая, но она особенная. Она идет между временем судей и временем царств. Как бы сказать, она стоит на границе между временем судей и временем царств. Здесь описывается обычная семья из Вифлеема иудейская. Таких много семей. Это верующие. Верующие в Бога Израилева, верующие в Господа Иисуса Христа. И, значит, как сложилась их судьба, какие решения они принимали, мы сегодня с вами поговорим. И пусть нас эта книга ободрит, хорошо? И поговорит с нашими сердцами. Очень рад видеть Висала, Сосель. Мы их отправляли в одном качестве, они приехали в другом качестве, лучшем. Итак, книга «Руфь». Давайте мы с вами откроем. Первая глава, первый стих. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких». Вот начало истории. Случился голод на земле. И я так думаю, что произошел семейный совет. И на этом семейном совете, ну, что делать будем? Голод на земле израильской, что делать будем? И было принято решение. Я не хочу сейчас говорить, правильно оно было принято решение или неправильно. Правильно ли принимается решение смены географического места из-за нужды или неправильно. Не в этом суть. Мы с вами можем принимать такие решения из-за того, что есть здравое размышление. Что будем делать? Что будем делать? Здесь в этом решении правильно оно или неправильно, не об этом сегодня речь. Но они приняли решение уйти из земли своей и пойти на поля Моавицкие. Почему? Потому что там нет голода. А здесь есть голод. А там нет. Вы бы как сделали? Неизвестно. Пошли бы? Пошли бы. В принципе, здравая мысль, да? Ну, здесь голод, там нет. Пошли туда и пошли. Пошли полным составом. Что это за семья? Это отец, это мама. Елемелех, отец, мама Наиминь и их два сына. Имя, второй стих, имя человека того Елемелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хелион. Они были Ефрофьями из Вифлеема Иудейского и пошли на поля Моавицкие и оставались там. И так было принято решение, и они ушли. Я хочу сказать следующее, что в той культуре или в то время мужчины в семье были основные, как бы сказать, основные... Основная сила, чтобы заботиться, чтобы деньги зарабатывать, чтобы воевать. Для женщин мало было вакансий в то время. Я еще раз хочу сказать. В основном была мужская работа, сильная работа. Для женщин мало было вакансий. И в основном вся надежда была или на отца, то есть на мужа, который у меня, или на кого, или на сыновей. В то время было так. Сейчас по-другому. Сейчас женщины могут зарабатывать больше, чем мужчины. Но тогда не было так. Я хочу, чтобы мы с вами поняли контекст этот, что умер сначала кто? Глава семьи Елемелех. Давайте мы прочитаем. «И умер Елемелех, муж на имени, и оставалась она с двумя сыновьями своими». Два сына есть? Жить можно? Можно. В то время маме жить можно. Сыновья у меня есть. Дальше, четвертый стих. «Они взяли себе жены из Мавитянок, имя одной Орфа, имя другой Руфь, и жили там около десяти лет». Пятый стих. «И потом оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего». Итак, это, я еще раз хочу сказать, это семья. Это событие, которое произошло в семье. Я думаю, что они шли с другим ожиданием в землю Мавитскую. Вы со мной? С другим ожиданием. Что? С таким ожиданием, что мы там переждем голод, и потом возвратимся сюда, и все у нас будет хорошо. В данном случае так не вышло. Умер сначала муж на имени, потом умерли два ее сына, и эта женщина, она уже не молодая. Если сейчас люди переживают, что становятся старше и старше, что уже и силы не те, и уже и работу не так нельзя, не так найдешь. В этом, в этой ситуации еще больше усугубления. Это три женщины, и у них нет ни одного мужчины, который мог бы что-то сделать для них. Аминь. Вот такая ситуация. И тогда Наиминь говорит, я пошла, возвращусь себе на родную землю. Ее две снухи пошли вместе с ней. Как их именно? Первый. Орфа и второй Руфь. Они идут за ней, она смотрит на них, и в ее сердце, я ничего вам больше не могу дать. Я ничего вам больше не могу дать. Уходите от меня. Моя сцена или мой занавес закрывается. Моя пьеса заканчивается. Со мной больше, как бы это сказать, со мной больше ничего не будет хорошего. Моя жизнь заканчивается. Так что прошу вас, Орфа и Руфь, идите вы к своему народу, идите вы к своим семьям, идите к своим богам. Сначала они обе сказали, нет, не оставим тебя. А потом она опять начала им говорить и опять сказала, возвратитесь, нет у меня больше сыновей для вас. Нет у меня больше сыновей. А если бы даже были, можно ли вам сдать столько времени, чтобы они возросли и взяли вас замуж? И Орфа попрощалась и сказала, ну все, до свидания. А Руфь сказала, 15 стих 1 главы, Наимин сказал Руфи, вот невестка твоя возвратилась к народу твоему и ко всем богам твоим. Возвратись и ты вслед за невестку твоей. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я жить буду. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Какая речь, а? И еще больше сделает. Смерть одна разлучит, отлучит нас с тобою. И она увидела, что это его, ее сноха, твердо решила. И оба, обе, обе, обе пошли домой в землю Израиля. Приходят домой. Люди узнали их. Они знали, как они выходили. Вышла полноценная семья, да? А люди узнали их и начали говорить друг с другом. 19 стих. «И шли они обе, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них. И говорили, это наимень». А слово наимень или имя наимень означает приятное или сладкое. Хорошее название, да? Я думаю, что она чувствовала себя так, когда выходила с израильской земли и шла на поля Моавицкие. Но вот произошло нечто. И это можно назвать катастрофой. И особенно она усугубляется культурой того дня. И здесь она возвращается, и она говорит себе, не называйте меня приятной и сладкой. А называйте меня как? Мара. Что это такое? Зовите теперь меня горькой. Почему? Потому что я не вижу, чтобы что-то, что-то хорошее произошло в моей жизни. Вот я не вижу это своими глазами. И я не вижу это в моем теле. Я не вижу это из-за моего окружения и моей семьи. Моя жизнь закончилась. Жизнь наимень закончилась. Теперь начинается какая жизнь? Горькая жизнь. Теперь горькая жизнь начинается. И я вас прошу, соседи мои и жители этого города Вифлеем, не называйте меня больше наименью, называйте меня Горькой, Марою. Может ли произойти такое в жизни верующего в Иисуса Христа или любой семьи, которая здесь находится на лице этой земли? Может так произойти? Мы же с вами хотим, чтобы все было хорошо, но иногда так не получается. В этом случае пришла катастрофа, и женщина говорит, мой занавес опускается, и ничего хорошего я в своей жизни больше никогда не увижу. Был у меня муж, умер, были у меня сыновья, умерли, у меня осталась одна сноха. А что толку от нее среди людей, где нужен мужчина? Итак, вот такое состояние сердца наименья. Но вторая глава закончилась. Ой, первая глава закончилась. Аминь. Начинаем с вторая глава. Я назвал ее, знаете как? Поле благодати. Вы знаете, говоря это слово, забегая чуть вперед, мы с вами четко и ясно должны понимать, что за Богом последнее слово. Аминь. За Богом последнее слово. Это не я закрываю свой занавес. Это не я меняю свое имя. А у нас какое имя общее? Христов. Правильно, да? Христов. Еремея 15 глава 16 стих. Съел я слова твои, и это слово было приятно во чреве моем, потому что имя твое наречено на мне, Господи Божий Саваоф. Аминь. Господь не меняет наши имена. Он назвал нас христовыми, и мы продолжаем быть такими. Но вы знаете, мы можем в определенное время, что? Сказать не все, а не называйте меня. Больше наимение или сладкое. Моя жизнь закончилась. Со мной все. Я пожилой, я пожилая. Нет ни мужа, нет ни сыновей, нет никого, ни имения и так далее. Моя жизнь закончилась. И Господь говорит, э-э-э, стой, 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 не торопись, куда это ты там, куда это ты там стал имена менять свои? Я не менял твое имя. Аминь. Я не менял твое имя. Мое слово последнее в твоей жизни. А если ты встретился с чем-то катастрофическим, ничего страшного, я с тобою. И я силен сделать нечто, что ты никогда бы не ожидал. Я повторю, что бы ты никогда бы не ожидал. И я в третий раз повторю, что ты никогда бы не подумал, что так может произойти. И я в четвертый раз скажу, что ты даже никогда бы не подумала, что может так произойти. Подумала бы, да никогда бы не подумала. И не забывайте, что когда Господь делает что-то, Он делает не только для меня или для моей семьи. А для чего? А Он делает это для многих. За Богом последнее слово. Я хочу, чтобы вы запомнили одну из них, из мыслей, которая сегодня звучит. За Богом последнее слово. Я могу себя марою называть, могу себя неудачником называть, могу себя еще кем-то называть. Значит, смотреть на себя. Ты мне не нравишься, моя жизнь закончилась. На работу меня больше никуда не возьмут. Никто меня замуж не возьмет. Никто, это самое... Некоторые улыбаются. Никто, я никому не нужен. Господь говорит, нет, 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 не торопись. Ты мне нужна. И я, у меня есть определенный план. Да, я понимаю, что эта семья и ее события в этой семье занесены в Писание по определенной причине. Но послушайте, разве не может так быть и в обычной жизни? А? Да, закройте дверь, пожалуйста. Вторая глава. Жизнь начинается нищих людей. И почему нищих? Потому что только нищие будут подбирать на поле за жнецами. Запомнили, да? Только нищие. По закону Моисееву сказали, было сказано, что когда ты жнешь, если у тебя колоски падают от твоих снопов, что там сказано? Не собирая их. Пусть лучше нищие земле пройдет и будет собирать. Пусть он будет. Дай ему благодать. И так получилось, что она пошла собирать. И так получилось невероятным образом. Я подчеркиваю, невероятным образом. Она очутилась на поле Ваоза. Да? Мы скажем потом, кто это такой? А он, кстати, слава Богу, что больше не действует вот эта заповедь, если у брата твоего умерла жена, ой, если брат твой умер, ты должен взять за него, за себя его жену. Слава Богу, да? Я рад. Пошла на поле, оказалось поле Ваозова. Он приходит и говорит, это кто? Знаете, это все случайно. Согласны со мной? Не согласны? Все правильно. Это именно то поле, где нужный человек. Это план Божий. Это говорит Господь, ты не торопись привыкать к имени Мара. У меня есть план для тебя. Твоя сноха. И в 4 главе он говорится, что она лучше семи сыновей. Представляете, да? Слово семь – это что? Это полнота. Это все сыновья, которые могут быть вообще у меня. Сыновья, сыновья, сыновья. Она лучше, чем твои семь сыновей. Итак, она зашла на поле Ваоза. Ваоз говорит, а что это там? Он сразу ее увидел. Иди, да? А что это там за женщина собирает? И то, что она собирает, показывает, что она нищий человек. Нет у нее больше пропитания. И рассказали, что это Руфь пришла с наименью. И она подходит к ней и благословляет. Благослови тебя, Господь, дочь моя. И он говорит ей, не ходи никуда с этого поля. Мне нравится это, да? Не ходи никуда с этого поля. Здесь будь. Потому что это поле благодати. Здесь тебя примут. Здесь тебя не будут ругать. Здесь тебя напоят. Здесь тебя накормят. И здесь с тобой будут общаться. Не уходи никуда. Вы бы что сделали? Как здорово. Здесь остались бы на поле благодать. Я бы остался. И вы тоже остались. Вы молчите, но я знаю, что вы сказали. Сказали в сердце своем. Конечно, я бы остался. И она осталась. И Ваоз говорит, да воздаст тебе Господь, Бог Израиля, полную меру за то, что ты пришла успокоиться под крыльями Его. И она продолжает собирать. Вы не поверите. Собрала целый мешок, 40 литров. А своим этим служителям он говорит, а вы ей что? А вы ей отбрасывайте от снопов. Пускай собирает. И вот она ходит, собирает. Обед наступил. Ваоз говорит, иди за стол. А вот, если захочешь пить, вот вода. Подходи смело, наливай, пей, обедай вместе с нами. Денек прошел замечательно. Правильно, да? Возвратилась она домой. Наиминь дома сидит. Уже она, как бы сказать, ну не знаю, получше себя чувствует. И она говорит, ну, ну, у кого ты в этот раз собирала? Она рассказывает всю историю. И Наиминь говорит, а-а-а, так это наш родственник. Он один из братьев твоего отца. Нет. Моего мужа, да. Елемелеха. Ну, здорово. Третья глава начинается. Знаете, как называют третью главу? Покров благодати. Покров благодати. Слушайте историю. Наиминь говорит, у меня есть план. Я не знаю, кто выработал этот план Наиминь или Господь. У меня есть план. Этот человек – наш родственник. И вот что сделай. Когда он, и там уже жатва закончилась, стали молотить ячмень. Вы со мной? Это только еще первая часть проповеди. Стали молотить ячмень. И это означает, что урожай, урожай в этот, в камеру хранения или что там, складывает радость невероятная. И она говорит ей, ночью иди, и увидишь вооза, что он спит там на гумне, на поле. И ты открой у ног его, ляг у его ног, вот, и лежи. Пошла? Точно. Вот гений, правильно, да? Я имею в виду, слово услышала. Я не хочу сказать, что это слово было Божье. Но что? Услышала слово наставление, доверяла. И пошла, пошла. Пришла, открыла у ног вооза, а он Харповицк. Она, это самое, возле ног его. И спит ночью, в полночь вооз пробудился. И чувствует, женщина лежит там. А не видишь ничего. Женщина лежит там. И он говорит, кто ты? И она говорит, знаете что? Она говорит, я Руфь, родственница твоя. Простри крыло твое на меня. Вам нравится это? Да? Простри крыло твое на меня. Мне очень нравится. 90-й псалом. Живущий под кровом Всевышнего. Нет, под сенью Всевышнего. Вы закончите. Под кровом Всемогущего покоится. Мне очень нравится эта картина, когда Иисус говорит, что, обращаясь к Иерусалиму, я хотел собрать вас, как птенцов, куда? Под свои крылья, чтобы, но вы не захотели. Дальше Господь говорит, я собираю свой народ, как крылья, как птенцов под крылья свои. Аминь. И здесь Руфь говорит, простри крыло свое на рабу твою. И знаешь, что Ваос отвечает? Ах, благословен. Нет, я зачитаю. Я не знаю, почему такая реакция. Смотрите. Ваос сказал, 10 стих. Ваос сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего. Что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю все, что ты сказала. И оба у всех ворот народа моего знают, что женщина ты добродетельная. Итак, он говорит, я тебя понял. А Ваос, Божий человек, живет по заповедям Господним. Что? Она приходит и говорит Наимине. Наиминь говорит, вот так он сказал. Наиминь говорит, все нормально, все идет. Все идет в правильном направлении. Он вышел в Аос, сел к воротам, собрал старейшин, пригласил того человека, который имеет первая права выкупа земель Наимине и ее мужа и сыновей. И говорит, слушай, иди сюда, сядь сюда. Пришел, сел. И он говорит, слушай, я должен тебе сказать, что ты первый тот, кто по праву может выкупить земли и взять себе руфь. А нет, выкупить земли. Выкупаешь? Он говорит, что? Выкупаю. Дальше, и ты должен взять руфь, свою жену, значит, одного из сыновей Наимине и жениться на ней. Он отвечает, нет, не хочу. Ты ее забирай. Забрал? Забрал. Как здорово. Я чувствую, что уже вот это вот, знаете, что, как это сказать, занавес Наимине по чуть-чуть начинает подниматься. Она уже что? Она уже видит развитие. Но она не видит того развития, которое мы с вами увидели. Аминь. Давайте прочитаем 4-4 главу. 13 стих. «И взял воос руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимине, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника». 3-4 месяц скажем. Да еще. 3-4. «Он не оставил тебя ныне без наследника». Не оставил? Не оставил. А в конце первой главы что было? Оставил? Оставил. Вместо Наимине что? Мара. И так бы она оставалась Марой, если бы друга было, не было рядом. Да друга такого. И Христос говорит, вы друзья мои. Аминь. Я с вами во все дни, до скончания века. Никогда не думайте, что я оставляю вас или покидаю вас. Никогда не думайте, что за вами или за этим миром последнее слово. Никогда не думайте о том, что если у вас нет вариантов, у вас в вашем мозгу нет вариантов, чтобы ваши дела пошли получше, это не означает, что в моем уме нет вариантов. Вы слышите меня? Вы слышите меня или нет? У меня нет вариантов. Никогда не оставайтесь в этой позиции. У меня нет вариантов. Моя жизнь закончилась. Здоровья никакого нет. Господь не оставил Наиминь, но дал ей наследника. Не оставил. Вы скажете, но это с Наиминь произошло. Потому что эта книга находится в Библии. А в моей жизни может так и не получиться. Это уровень Марры. Понимаете меня? Уровень неверия. Уровень того, что если я вижу, как поправить мою жизнь к лучшему, значит у меня настроение хорошее. А если я не вижу, как поправить жизнь мою к лучшему, то значит у меня настроение какого? У меня нет вообще никакого настроения. И здесь знаете, что происходит? Бог уходит в сторону, остается мое рациональное мышление и все, что мне нужно сделать для того, чтобы моя жизнь стала лучше. Давайте знаете, что сделаем? Бога пригласим обратно. Уберем эти мысли и скажем, что Господи, прости меня, что я по своему злому сердцу посмел назвать себя Наиминь Марою. Я позволил сказать в отношении Христова дать какое-то другое имя. Прости меня, Господи, прости меня. Потому что это ветхий человек. Это тот, который живет жизнью этого мира. И Господь говорит, а я это не для тебя только сделаю, но ты участник. Давайте дальше прочтем. Наследника. И да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадую и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя. А это немаловажно, да? А сыновья могли любить и не любить. Правильно, да? А это любит тебя. Дальше что у нас идет здесь? Которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. 16 стих. И взяла Наиминь, дитя это, и носила его в объятиях своих, и была ее нянькою. Вернулась ли опять Наиминь в сердце Наиминь? Еще как вернулась. Почему? Да потому что Бог знает, как нас ободрить. Бог знает, как нас поднять. Бог знает, как нас вести дальше. Чтобы мы не унывали. Чтобы искушения не было сверх наших сил. Аминь? Бог знает, как это сделать. И если я только руководствуюсь моим видением и моим здравым умом, в кавычках, то тогда я что делаю? То тогда я говорю Богу, что я сам буду решать мои все проблемы. А Господь говорит, нет, нет. Ты неправильно думаешь. Я с тобой. И я сделаю это не только для тебя, что ты нянькой будешь, Авиду. Да? Авиду. И знаете, что идет дальше? Авид родил кого? Исея. А Исей родил Давида. Это что? А Христос родился от какого семени? От семени Давида. И Господь говорит, эй, наимень, я не только тебя обрадую. Я обрадую весь Вифлеем. Я обрадую весь Израиль. И я обрадую весь мир. Аминь. Весь мир. Любящим Бога. Призванным по Его изволению. Все содействует ко благу. Аминь. И я еще на 10 минут ваше внимание возьму. Хорошо? 10 минут. Книга Иисуса Навина, 22 глава. Это небольшая история наставления для всех нас. Я постараюсь побыстрее. Книга Иисуса Навина, 22 глава. Я скажу, что в этой главе происходит. Знаете, что происходит? Сыны Рувимовы, которые, как бы вам побыстрее сказать. А что они побыстрее? Мы же пришли, да? Все, да, сидите. Погода хорошая. Итак, сыны Рувимовы до того, как перейти Иордан, они сказали Моисею, вот эта земля до Иордана такая хорошая для нас, для наших стад, для всего и так далее. Моисей говорит, да вы что делаете? Вы хотите расслабить сердце народа, чтобы он не перешел и не овладел землей обетованной? И они говорят, нет, 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 не то, не то, не то, не то. Пусть эта земля нам принадлежит, и пусть наши дети и наше все имущество здесь останется, а мы впереди всего Израиля, вооруженные мечом, перейдем землю, реку Иордан и введем израильский народ в землю обетованную, и когда они получат свою землю, тогда мы возвратимся. Класс история, да? Они перешли впереди Израиля? Перешли. Все. Знаете почему? Жены там, дети, все нормально у них. Не только поэтому. Перешли. Отвоевали? Отвоевали. 22 глава. Земля завоевана, Иисус Навин, они встали перед ним и говорят, ну вот, мы выполнили все, что ты повелел в мире, Моисей повелел нам сделать. Он говорит, молодцы, можете идти обратно домой. Они встали и пошли. Ушли себе за Иордан, вернее, за ту сторону. И тут приходит известие, что они, сыны Рувимова, Гадова и полколена Монасина, взяли и поставили на другой стороне Иордана жертвенник. И тут все общество возмутилось. Давайте будем читать. 12 стих. И когда услышали это сыны Израилевы, ну давайте 11. И услышали сыны Израилевы, что говорят, вот сыны Рувимова и Гада и половина колена Монасина соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана против сынов Израилевых. Напротив сынов Израилевых. И когда это услышали сыны Израилевы, то собрались все общества сынов Израилевых в селом, чтобы идти против них высоко... Что? Вы что читаете? Войною. Как вам это? Идти на них войною. Почему? Да потому что это было серьезное преступление. И они хотели пойти войною. Я хочу спросить, кто на кого должен был пойти войною? Разве это не один народ? Разве это не братья? А? Дальше идем. Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым, к сынам Гадовым, половина колена Монасина в землю Галатскую Финьеса, сына Елиазара, священника. И с ним десять человек начальствующих. Что послали? Посольство. Хотели идти войной, но что? Но остановились. Остановились. Правильно, да? И говорим, мы пошлем сначала посольство. Посольство приходит и говорит, 17 стих. Разве мало для вас, для нас беззакония Фигурова, от которого мы не очистились для сегодня, за которое поражено было общество Господне. А вы отступаете сегодня от Господа. Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилева. Если же земля вашего владения кажется вам нечистую, то перейдите в землю владения и так далее. И здесь написано, и здесь написано, сыны Рувимовы, 21 стих. И сказали, сыны Рувимовы и начальникам тысяч Израилев, Бог, Богов, Господь, Бог, Богов, Господь. Он знает, и Израиль да знает, если мы восстаем и отступаем от Господа, да не пощадит нас Господь в день сень. И если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение, приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь Бог. Слушайте внимательно. Они говорят, не, 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 не то, не то, не то, мы совсем не то, что вы подумали. Мы совсем не то имели в виду, что вы подумали. И я в третий раз скажу, мы совсем не то имели в виду и не то сделали, что вы подумали. А они что подумали? А они что подумали? Война? Почему? Смотри, что делают. Слава Богу, что они послали посольство. Вы согласны? Короче говоря, это просто, давайте поговорим перед тем, как воевать начать. И смысл этой истории в том, что сыны Рувимовы говорят, это не для, это не жертвенник, не для всесожжения и на хлебного приношения мы построили. Это мы поставили памятник. Почему? Потому что много лет пройдет, и ваши сыны, которые в земле обетованные, могут сказать нашим сынам, которые по эту сторону Иордана, нет вам части в Господе и нет вам части в народе Израилевом. И поэтому мы, наперед забегая, решили поставить этот жертвенник не как местоприношение всесожжения, а как что? А как свидетеля, что мы также народ Божий. Аминь? Что мы также можем приходить к Богу Израилеву. И знаете, что, а те, которые посольство, ну, как вы думаете, ой, как здорово, ха-ха-ха, амилуя, слава Богу, пришли обратно к израильскому народу, а те уже вооруженные, напряженные, они говорят, ну, ну, ну и как? Они говорят, да все нормально, сыны Рувимовы, гадовые половинок Анася, это вот что они имели в виду. А те говорят, а мы-то думали, что они это имели в виду. Слушайте, запомните это, запомните, прежде нежели, прежде нежели на кого-то начать ополчаться, поговорите с ним. Если что-то произошло такое, что вам непонятно, вы слышите меня? Если что-то произошло такое, что вам непонятно, но не начинаете вы войны, а мы думали, что ты это, а на самом деле что? А на самом деле это по-другому, и дьявол потирает свои лапы и говорит, ха-ха, опять я поймал этих людей на эмоциях, потому что я представил это так, как будто это неправильно. Вы слышите меня? Ну, пошлите вы посольство перед тем, как начать что-то думать. Пошлите посольство. А что это означает? Это не то, что я посылаю кого-нибудь, иди к нему. Я посылаю посольство. Ну, подойдите к человеку. Проясните ситуацию. Знаете, сколько, сколько, сколько боли вот из таких ситуаций может возникнуть. Ни на чем, вот ни на чем, абсолютно ни на чем. Но я это говорю себе, себе тоже, потому что я такой же, как вы. Я тоже посмотрю и говорю, а-а-а, понятно, все. И Дух Господень говорит, может посольство пошлется. Какое там посольство? Я все видел. Правильно, да? Я все видел, а Дух Господень говорит, может посольство пошлешь? А? Пошлешь? Пошлем? Пошлем. Смиритесь под крепкую руку Божью. И вознесет вас свое время. Вот эти ситуации, а я думал, что, и так далее, и тому подобное, их нужно разрешать. А я подумал, что это так. А другой говорит, а другой говорит, а это вообще не, я вообще про это не это самое. Не, не думал даже. Они решили пойти на них войною, истребить три колена Израилева. Вы представляете? И они пошли бы, если бы не послушались Духа Господня, который говорит, а вы сначала пошлите послов. Что на самом деле происходит? И они говорят, аминь, пойдем, пошлем псалмы. Все, заканчиваю я. Послов. Те пришли, те их обрадовали. А те пришли, и тех обрадовали. И мир, дружба, и аллилуйя. И земля наша, и по эту сторону Иордана, и по ту сторону Иордана, и Иордан наш. И мы идем дальше вместе. А могла бы произойти война. И никто не хотел бы никого слушать. Почему? А я видел, а я знаю. А что ты видел? И что ты знаешь? Ничего ты не видел. И ничего ты не знаешь. Только Бог видел. И только Бог знает. Аминь. Отец наш Небесный, спасибо тебе, Господи. За мысли твои, за слово твое. Благодарим тебя, Господь Иисус. Твое слово последнее в нашей жизни. В каком бы мы состоянии ни находились. Мы знаем, что мы не напрасно уверовали, Господь. И тот, который с нами больше того, кто в этом мире. Спасибо тебе, Господь Иисус. Благодарим тебя за то, что ты можешь дать нам нечто такое, чего бы мы никогда не ожидали в нашей жизни. Ободрить нас так сильно, на что мы вообще никогда не рассчитывали бы. Спасибо тебе, Господь Иисус. И если будут такие ситуации сложные в нашей жизни, они будут научи нас, Господь Иисус, смотреть духовными глазами, слушать ушами и не вести на поводу у своего разума. Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой. Спасибо тебе, Господь Иисус. Благодарны тебе также за то, что есть жизнь тела Христа и также есть братолюбие, любовь и есть разговоры и общение, Господь, и исцеление. Спасибо за все. Также мы обращаемся к тем, которые не знают Спасителя Иисуса Христа. Я подчеркиваю, Спасителя Иисуса Христа. Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. Никто не взойдет на небеса, как только через Иисуса Христа. Через веру в Сына Божьего. Это единственный путь. Воспользуйтесь им. Склонитесь перед Иисусом. Примите Его в вашу жизнь и в ваше сердце. Где бы вы ни находились, в каком бы состоянии ни находились. Примите Иисуса. Он верен. Он любит вас и спасет вас. И даст надежду. Скажите в вашем сердце, Господь Иисус Христос. Я верю в Тебя. Ты, Бог, сошедший с небес. Ты умер за мои грехи и воскрес на третий день. Прошу Тебя, спаси меня. Войди в мое сердце. Благослови меня. Хочу быть с Тобою в Твоем Царстве. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь.